Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем жила Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в России объявлен траур в связи с крушением Сочи лайнера Ту-154. Самолет Министерства обороны пропал с радара в воскресенье утром, спустя две минуты после вылета из аэропорта Адлера. Воздушное судно упало в Черное море. Лайнер Ту-154 был выпущен в 83-м году заводом Авиакор. Последний раз его ремонтировали в Самаре два года назад. Как сообщает Служба безопасности полета, воздушное судно было технически исправным. Сейчас на Авиакор в прибыли представители следственных органов, сообщила прислужба корпорации «Русские машины», в которую входит самарское предприятие. Силовикам предоставили все документы, касающиеся самолета, потерпевшего крушение под Сочи. Изучение технической документации в подобных случаях – стандартная процедура, говорится в сообщении. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело, поисковая операция и следствия продолжаются. В связи с трауром на улицах, площадях и скверах Самары сегодня не будут включать праздничную иллюминацию. Самарцы со всей страной разделили боль утраты. В храмах города прошли панихиды по погибшим. Цветы несли и к Дому офицеров, где установлен памятный уголок. Марина Кравцова пообщалась с горожанами, которые пришли почтить память погибших. День траура. Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. По всей стране в храмах проходят панихиды в память о погибших в страшной авиакатастрофе в районе Сочи. Самарцы не смогли остаться равнодушными к этой трагедии. У людей, которые приходят в храмы, на глазах слезы. На борту самолета Ту-154, потерпевшего крушение, было 92 человека. 8 членов экипажа, военнослужащие, съемочные группы трех федеральных телеканалов, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и артисты ансамбля имени Александрова. Невосполнимая потеря – так говорят о трагедии, которая произошла ранним утром 25 декабря. Многие пришли почтить память погибших. Еще эти люди мне немножко знакомы. Я работаю в театре опер и балета контролером, и два раза мне приходилось на их концерте побывать. И душа скорбит и болит за них. Это прекрасный коллектив. Я вчера смотрела новости, просто плакала. Я долго не могу успокоиться. Конечно, вообще-то у меня был шок. Люди погибли как герои. Они таким способом боролись против терроризма. И, конечно, мне кажется, долг каждого человека, каждого христианина – прийти в храм и помолиться за их души. И вся Россия, и Самара, как один из городов крупной страны, сегодня скорбит, и весь народ, народ России, скорбит о такой трагедии, которая произошла у нас в стране. Горожане сегодня несли цветы и к дому офицеров. В уголке памяти горят свечи, и рядом список из 92 имен. Из колонок звучат песни в исполнении ансамбля имени Александрова. В авиакатастрофе погибли 64 артиста – солисты, хор, музыканты. С военным ансамблем были знакомы самарские артисты творческого коллектива «Волжские казаки». Встречались на смотрах, конкурсах, фестивалях. Вместе выступали в Самаре в 2010 году. Волжские казаки тоже выступали в Сирии перед нашими военными. На этом борту мы вылетали в прошлом году. И с Мимима, это где-то был конец ноября, взлетел этот борт во главе с командиром фамилии Волков. Веселые, наверное, ребята были, летчики. К сожалению, их уже нет. Вечная память всем ребятам, девчатам из ансамбля Александрова, и всем другим нашим ребятам, и военным, и гражданским персоналам, и летчикам, и журналистам, которые с честью и достоинством несли флаг нашей Родины. Судьба уберегла солиста ансамбля имени Александрова Вадима Ананьева, нашего земляка, уроженца Куйбышевской области. Он не полетел в командировку, потому что недавно у него родился третий ребенок. Вадим Ананьев остался дома, чтобы помогать жене. Предполагалось, что концерт будет небольшим, и выступление не требовало присутствия всего коллектива. На месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция. Идет выяснение причин трагедии. В Москву направлен первый самолет с телами погибших. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин и правительство региона выразили соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе на Черном море. Цитата. «Эта страшная трагедия унесла жизни 92-х человек, летевших поддержать наших военнослужащих, которые в настоящее время выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в Сирии и оказывают гуманитарную помощь мирным жителям», говорится в сообщении. День траура объединяет миллионы россиян и глубоко переживающих эту трагедию граждан иностранных государств. «Напоминая о том, что только человеческая солидарность и сердечное участие в беде ближнего могут придать нашему обществу сил пережить этот ужасный удар. Вместе с семьями, коллегами, друзьями погибших, вместе со всей страной мы искренне скорбим о жертвах авиакатастрофы». Конец цитаты. Тем временем Росавиация отменила несколько рейсов в Самару из-за поломки самолетов. Сделаться это пришлось из-за приостановки использования семи самолетов «Сухой Суперджет-100» авиакомпании «Ир Аэро» и «Аэрофлот», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиационной отрасли. Известно, что в стабилизаторах самолета эксперты обнаружили неисправность и теперь предстоит ремонт. В открытом доступе имеется информация об отмене рейсов на Субботу и Шереметьево, причем не только на Самару, но и Казань, Нижнекамск, Ростов-на-Дону, Волгоград, Архангельск, Воронеж, Сыфтывкар, Тюмень и Ставрополь. В Самарском рейкоотделении партии «Единая Россия» новый секретарь. В соответствии с партийным уставом на эту должность избрана Екатерина Кузьмичева, первая заместитель председателя Самарской губернской думы. На отчетно-выборной конференции говорили о результатах работы и перспективах, но сначала почтили память погибших в авиакатастрофе. С минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе началась отчетно-выборная конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Далее строго по повестке. Что сделано за четыре с половиной года, с докладом выступил Игорь Станкевич. Самарским единороссам удалось повысить рейтинг доверия и получить хороший результат на выборах. Реализуется партийный проект, один из которых парад памяти 7 ноября уже стал известным самарским брендом. И самое главное, избрание секретаря регионального отделения и нового состава полицовета. Из двух кандидатур 161 голос против 20 на эту должность избрана первый заместитель председателя Самарской губернской думы, а в прошлом созыве депутат Государственной думы Екатерина Кузьмичева. Я прекрасно понимаю, что это огромный кредит доверия. Тот кредит, который следует мне вместе с моими коллегами в региональном политическом совете, вместе с президиумом регионального полицовета оправдать. Еще одно тайное голосование за состав регионального полицовета. Его численность уменьшена с 90 до 65 человек. И контрольную комиссию в нее вошли 9 партийцев. Губернатор Николай Меркушкин поздравил новоизбранного секретаря, выразив уверенность, что партия не только сохранит работоспособность, будут новые идеи и новые проекты. И в завершении конференции были избраны делегаты съезда, который пройдет в Москве 21-22 января. Олег Зверев, Григорий Пельшаков. События. Коммунальное ЧП. На часах еще не было сегодня 6 утра, когда стало известно о прорыве трубы в жизнедорожном районе Самара. Бригада на место аварии выехала оперативно. Чтобы начать ремонт, рабочим пришлось временно отключить воду в 6 домах. О том, как идут восстановительные работы, расскажет Андрей Горгуленко. Сейчас о прорыве трубы возле дома номер 12 по улице Киевской напоминают только ледяные следы и бригады рабочих, устраняющих утечку. Добраться до теплотрассы, ставшей причиной аварии, оказалось сложно. Слишком сильно промерз грунт, но специальный трактор с пилой позволит рабочим добраться до трубы. Приезжает вот такой механизм, как и бара. Пилой пропилив, делает место работы, разграничивает, распиливает, чтобы экскаватору можно было спокойно вытащить промерзший грунт. Грунт складывается на КАМАЗы, вывозится. Ранним утром из-за прорыва без воды остались 6 домов железнодорожного района Самары. Аварийная бригада сработала очень быстро. За пару часов водоснабжение в пяти зданиях восстановили полностью. Не повезло только жителям дома номер 63 по улице Карл Маркса, которому и ведет прохудившаяся труба. Но для них дежурят специальные бойлеры с водой. Два бойлера стоят в этом районе для того, чтобы жители без воды не остались. Стараемся, чтобы этого не заметили люди, которые, например, на работе находятся или спят, наоборот, после работы. Как только бригада доберется до места аварии, станет понятно, насколько серьезен прорыв. Но рабочие обещают, в любом случае к позднему вечеру вода в дом вернется. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Ни денег, ни крыши. Бывший председатель ТСЖ «Солнечный-4» Григорий Царапкин распорядился платежами жителей на ремонт кровли по-своему. Управленец стал фигурантом уголовного дела и подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения. По данным прокуратуры промышленного района, в 2012 году Царапкин заплатил компании «Кварц» более 300 тысяч рублей. Деньги фирма получила, но вот кровлю дома никто не чунил. В ходе проведенной прокуратуры района проверки в деятельности бывшего председателя ТСЖ «Солнечный-4» установлен факт хищения денежных средств жильцов. В настоящее время окончательное процессуальное решение по уголовному делу не принято. Ход и результаты расследования взяты прокуратурой промышленного района на контроль. Сегодня новый дом обрели 16 старинных икон, изъятых у преступника. По заключению экспертов, они изготовлены в период конца 19-го – начала 20-го веков. Святыни передали в Самарскую духовную семинарию. У судебных приставов это первый подобный случай. Валерия Макарова с подробностями. В этом чемодане 16 икон, которым больше 100 лет. Пока они опечатаны, но как только улажены последние формальности и подписаны все документы, иконы наконец достают. Почти все они представляют историческую ценность. Одна из них имеет музейное значение. Экспертизу проводили порядка двух месяцев. Непосредственно специалист, который проводил оценку, изучал. И материал, из которого изготовлено, давал оценку времени. То есть это конец 19-го века, начало 20-го века. Процедура довольно-таки емкая. Путь до духовной семинарии у святынь был непростым. Их нашли во время обыска у преступника, которого осудили на 8 лет за вооруженный разбой. А вот как иконы попали к нему, остается вопросом. Важнее, однако, то, что сейчас они обрели подобающее место хранения. Эти исторические ценности не только имеют культурное значение, но прежде всего и духовно-нравственное. Это наша православная с вами вера. И поэтому сравнить с чем-то просто невозможно. Я еще раз сердечно всех благодарю за эту великую акцию. Иконы изготовлены в разных техниках. В коллекции есть образы Николая Чудотворца, Иоанна Богослова, икона «12 праздников» и «Воскресение Христово». И теперь все они хранятся в Самарской духовной семинарии. Валерия Макарова, Василий Колдашов, События. Далее, коротко о других темах дня. В Самаре после пьяного ДТП автомобиль повис между двух деревьев. Авария произошла в Советском районе на пересечении улицы Советской армии переулка Корякина. По словам очевидцев, пьяный автомобилист, уходя от погони экипажа ДПС, не справился с управлением и вылетел на газон. Здесь он снес елку и повис между двух деревьев. Для буксировки поврежденной машины пришлось пригнать спецтехнику. О пострадавших не сообщается. На улице Красноармейской легковой автомобиль «Пежо» ушел под землю. Владелец автомобиля рассказал, что он оставил свою машину на парковке у торгового центра. Когда он вернулся, увидел, что правые колеса начали проваливаться. Яма образовалась над проходящей теплотрассой. Из-под асфальта шел пар. Напомним, что аналогичное крупное ЧП в Самаре произошло 18 октября в 7.30 на проспекте Ленина в районе пересечения с улицы Челюскинцев. Автомобили «Рено Логан» и «Лада Приора» провалились под землю из-за размыва грунта горячей водой. Движение по дублеру Московского шоссе через проспект Кирова разрешили официально. А сейчас схема движения выглядит следующим образом. Водители сворачивают на дублер, движутся за торговым центром империи самолет, после чего сворачивают на отрезок проспекта Кирова, а потом возвращаются на дублер, по которому доезжают до пересечения с улицы Димитрова. Двигаются авто только в одну сторону из города. Строительство развязки под кольцом на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова началось в 2015 году. Весной 2016 года было перекрыто движение до улицы Георгия Димитрова. Подрядчик пообещал открыть дорогу дублер в конце декабря, что и было сделано. В Самарской области ограбили офис микрозаймов. Это произошло в Чапаевске. В офис зашел мужчина и, угрожая ножом сотрудницы, вынес два сотовых телефона и два ноутбука. В результате выяснилось, что преступник действовал по наводке бывшей работницы организации. Та зашла в офис под предлогом дружеского визита и подала знак соучастнику, чтобы тот начинал действовать. Сообщников задержали, возбуждено уголовное дело. FIFA сделала еще один презентационный ролик про Самару. В новом видео показана вертолетная площадка, сквер Пушкина, Иверский монастырь, драматический театр и бункер Сталина, скульптура Буратино и другие достопримечательности, а также жителей города. Напомним, в 2018 году стадион Самара-Арена примет шесть матчей чемпионата мира, включая игру группового этапа с участием сборной России. И четверть финал. Работа телекомпании Самара-ГИС получила высокую оценку и стала нашим вкладом в социальный проект «Неделя женского здоровья». Программа с участием самарских специалистов заняла первое место во всероссийском конкурсе передач и публикаций на тему женского здоровья. Автор программы Инесса Панченко расскажет подробности. Результаты опросов СОМ ошеломляют. Лишь 29% российских женщин следят за своим здоровьем и только 15% знают симптомы основных женских заболеваний. Проведение всероссийского опроса стало одним из мероприятий социального проекта фармацевтической компании «Гидеон Рихтер. Неделя женского здоровья». Повысить медицинскую грамотность и сформировать культуру заботы о себе – таковы цели проекта. У матки самое распространенное хроническое заболевание у женщин. Я говорю, чаще, чем холецистит, чаще, чем бронхит. А заканчивается это в подавляющем большинстве случаев хирургическими методами лечения. В рамках проекта более 500 человек получили онлайн-консультации ведущих специалистов в области гинекологии. Состоялись различные информационные акции, прошла фотовыставка «Мир глазами женщины». Одним из мероприятий проекта стал сероссийский конкурс журналистских работ о женском здоровье. Первое место жюри присудило программе здоровья телекомпании «Самара ГИС». И в этом и заключается большая опасность, потому что большинство заболеваний женских болезней идут первое время незаметно для них. И мы призываем женщин приходить и чаще. Вообще, я считаю, что раз в полгода нужно приходить на осмотр. Обладатели первых трех мест были награждены поездкой «Будапешт». Журналисты получили возможность не только увидеть достопримечательности. Они побывали на фармацевтическом производстве и осмотрели научную базу. Аудитория проекта «Неделя женского здоровья» в этом году составила 20 миллионов человек. Он станет ежегодным. Кроме того, в планах кампании реализации проекта, связанного со здоровьем сердца. Инна Сапанченко – событие. Чтобы помнили, музей блокады Ленинграда в Самарской школе номер 90 пополнился новыми экспонатами. В городе сегодня живут чуть более 300 свидетелей тех трагических событий. Подобный храм памяти в Самаре всего один. Юным самарцам там рассказывают о подвигах блокадников. О памятном даре Сергей Ромашов. О блокаде Ленинграда Клара Евсеевна Полякова знает не понаслышке. Она переживает те страшные годы. В 1956 году Клара Евсеевна приехала жить в Самару. Именно она принимала участие в создании единственного в городе музея блокада Ленинграда. Сегодня она всеми силами поддерживает этот храм памяти. В своем труде блокадница не одинока. У нас общество блокадников в активе, у нас 14 человек в активе. Это актив президиум. Президиум – это само общество. А так у нас еще помимо городского общества, общество городское у нас создано из районных обществ. У нас в каждом районе есть свой этот самый свой тоже актив. Экспозицию, посвященную событиям Великой Отечественной войны, помогают создавать школьники и ветераны. Также музей поддерживает общественное евразийское движение и администрация Самары. Я считаю, что укрепление патриотического воспитания молодежи должно происходить именно со школьных пор. И вот этот музей, который был открыт чуть больше двух лет назад, дает возможность приобщиться ребятам к истории своей родной родины и, скажем так, аккумулировать в себе все вот эти исторические ценности, которые были собраны непосредственно за эти годы. Сейчас коллекция музея пополнилась новыми экспонатами. Их передал историческому храму предприниматель Дмитрий Хмелев. Предмет из блокадного Ленинграда он коллекционирует с шести лет. Уникальные артефакты Хмелев находил даже на помойках. Экспонаты именно для музея. Все они касаются непосредственного жизни блокадного Ленинграда. Это документы, фотографии, награды и так далее. Я думаю, и самое место именно быть в музее блокадного Ленинграда города Самара. В музее было передано больше десяти предметов. Они займут достойное место в коллекции исторического храма. Этот набросок, нарисованный блокадником Валентином Курдовым в 42-м году, сегодня был передан музею. Саму картину он написал в 45-м году. Сегодня она хранится в Санкт-Петербургском музее. Сергей Ромашов, Григорий Плешаков. События. Христиане всего мира отметили Рождество Христово по грегорианскому стилю. В Самаре центром торжеств стали римско-католический костел и лютеранская кирха. На богослужениях побывал Олег Зверев. Первое рождественское богослужение в Самарском римско-католическом приходе совершается для детей. Песнопения и молитвы звучат вместе с вертепным действом, постановками библейского сюжета о Рождестве Христовом. Событие, которое разделило время на две эпохи и изменило ход развития мировой цивилизации, произошло в пещере для скота, поначалу даже осталось незамеченным. Даже никто не узнал о том, что произошло. Были пару пастухов, как свидетельствует Священное Писание, которым ангелы благовествовали. А если не ангелы к ним не прилетели бы, то даже они не узнали бы. Рождение Сына Божия – это большое предложение, которое Бог нам дает. Рождество Христово отметили и самарские лютеране. Звуки старинного органа и рождественские канты возвестили всем о начале торжеств. Это великое событие пришествия Иисуса Христа в этот мир, потому что таким образом Бог нам дает возможность примириться с Ним. Примириться с Богом – это самое главное, это основная цель любого человека. Он ее порой, может быть, даже и не сознает. Насколько ему нужен и необходим мир с Богом для того, чтобы иметь мир с самим собой и с другими людьми. 25 декабря Рождество отметили все христиане мира, для которых годовой богослужебный цикл идет по Григорианскому календарю. Праздник, не имеющий границ и национальности. Рождество Христово в эту ночь отмечают разные народы на разных континентах. Это католики, протестанты и 10 из 15 поместных православных церквей, те, которые перешли на Новый Ильянский календарный стиль. В общей сложности к вертепу новорожденного Бога-младенца пришли больше миллиарда человек. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, События. В Самаре стартовал хоккейный турнир дворовых команд «Золотая шайба». В этом сезоне за призы и выход в областной финал на лед выйдут играть рекордное количество команд – 29. Как прошла презентация турнира, расскажет Сергей Кизоркин в рубрике «Новости спорта». Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». В хоккей играют настоящие девчонки. Второй сезон во всероссийском турнире клуба «Золотая шайба». Александра Пенева, нападающий Красноярской «Зари», учится играть в канадский хоккей не только в родном селе. Смотрит по интернету матчи национальной хоккейной лиги. Ее кумир Сергей Бобровский – первый и единственный в истории российский игрок, получивший приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. В выставочном матче «Золотой шайбы» со счетом 5-2 команда Александра Пеневой проиграла шершнем Пестравского района. Но красноярские девчонки готовы победить в регулярном турнире. Мы боевые девочки. Просто нам это нравится. Есть возможность. Нужно все попробовать. Главным событием дня стал турнир-открытие, посвященный старту регионального этапа всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Тарасова. Четыре сборные команды области – север, юг, запад и восток – показали, чем они занимались в межсезонье. Организаторы турнира игрой остались довольны. Мы обратили внимание в последние годы к подготовке самих тренеров. И, соответственно, методика подготовки стала лучше. Принципиальным является то, что хоккей в наших регионах поддерживается всеми уровнями власти. Это и муниципальными руководителями, и в городских округах, и сам губернатор Самарской области делает очень много для развития хоккея. С каждым годом турнир «Золотая шайба» становится все более популярным. Только в Самаре за призы и выход в областной финал сразится несколько десятков команд со всех районов города. Лидеры – «Чайка», «Сатурн» и «Меридиан» – готовы побороться за медали и всероссийского суперфинала. Городской этап в Самаре начинается с 5 января 2017 года. В предварительные заявки на участие подали 29 хоккейных команд. Это абсолютный рекорд за последние годы, что, несомненно, радует. Это поступательное движение. С каждым годом число команд, участвующих в городских соревнованиях, увеличивается. Турнир открытия «Золотой шайбы» выиграла сборная «Севера». В финале она разгромила «Восток» 5-2. Третье место у сборной «Юга». Они в упорной борьбе обыграли команду «Запада» 3-2. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова